Впервые за несколько месяцев все присутствующие на пресс-конференции в масках, хотя носить их лишь рекомендовано. Но данные статистики говорят о росте больных ковидом, положительных за сутки 325. Правда, речи о введении обязательного масочного режима в крае не идет. Мы надеемся на сознательность человека. В первую очередь это прививки, которые каждый человек должен для себя понимать, поставил, иммунитет достаточно защищает. К слову, коллективный иммунитет жителей региона падает. Сейчас он составляет 12%. Еще месяц назад был 20%. Люди прививаются, лишь когда понимают, что больных вокруг становится больше. Медики настаивают, лучше делать это не в пик заболеваемости. Тем более сейчас можно привиться и от ковида, и от гриппа одновременно. Главное, чтобы препараты вводились в разные места. К тому же противогриппозные вакцины поступили в регион. Вакцина Сови Грипп для взрослого населения. И вакцина, которая сегодня идет четырехвалентная, Ультрикс Квадри, для детей, для взрослого населения, которое применяется для групп риска с какими-то хроническими заболеваниями. И это, наверное, тот самый случай, когда прививка одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Прививка безопасная, несущая в себе высокую эффективность. Противопоказания для детей и взрослых – непереносимость куриного белка, но и после болезни. Должны пройти минимум две недели. Привиться от гриппа можно во всех поликлиниках региона. Записаться на госуслугах или непосредственно в самой поликлинике. Сейчас мы приглашаем активно на вакцинацию против гриппа тех пациентов, которые имеют несколько заболеваний. Потому что волна не началась еще раз, но мы стоим на пороге повышения. И да, грипп ждут, хотя прошлые годы он был практически вытеснен ковидом. Первый транш вакцины уже вовсю использует. Второй – порядка 70% – придет в регион в конце сентября или в начале октября. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.